Да, я просто как-то цветы... Я сначала вообще не понимаю, думаю, весенние цветы. Я же работаю в музее Жостовской фабрики. И там, в общем-то, всегда эти цветы, цветы, которые воспринимаются и как райские, и как... Ну, какие-то совершенно необыкновенные. Иногда я на экскурсии говорю, у нас жесткий, неправильный свет. И если в природе солнышко освещают цветочки... И тут меня перебивает семилетняя девочка и говорит, обжёстого цветочки освещают солнышко. Вот, то есть... Сейчас, то что... Но я, как всегда, еду с одними стихами, а читаю другие, но... Ну, так, наверное, попробую чуть-чуть читать. Лежать себе, дорожать. Рабочие копают котлован у самой кромки леса, под Подольском. Среди рабочих мой красивый муж. Он обещал вернуться через месяц. Он пишет мне, что ёжик прибежал и бегает всю ночь по котловану. А я хожу по дому не спеша и тапочки теряю под диваном. Тут всё будет в перемешку, поэтому сидите тоже. Впервые мой сын дал о себе знать в ту минуту, когда Зинедин Зидан ударил головой матерации. Вот и есть во мне самое основное, зеленеет поле футбольное, предлежание головное, положение продольное. Четыре дня учили дочку произносить «Христос воскрес». И в утро праздника она сказала «О, Йес!» Я знаю, что последних раз Пушкина было ужасно много, но одна из них была такая, которая мне бы её везде прямо отвесить. Я должен перебрать в моём доме. Насколько я знаю, да, там «Ильфо Кажаканш Мамезон». Что-то такое, ну, в общем, попробуем. Какой стихотворитель на эту тему начинается не очень весело, но не пугайтесь. Проснулись, и всем тревожно. И снился один сон. «Ильфо Кажаканш Мамезон». И тебе, наверное, тоже. Ты спросишь, мой аутист, Что бродишь, что ищешь по комнатам? Любовь, счастье и свист. Медь, серебро и золото. Серебро бессмертное отплывёт. Золото безумное отползёт. И только весёлая медь Не даст никому умереть. Сейчас такое время, что... Самое время прочитать стихотворение 2006 года. Встретилась с другом в кафе. И он пригрозил мне адом. Сказал, что не только здесь, на земле, Но и потом, когда попаду на небо. Ни-ни-ни, мне взагали всё этого не треба. Не треба мне никакого аду. Кращи, дай ты мне шоколаду. Кращи, дай ты мне мармуляду. И тысячу порций мороженого. Про весенние цветы, как ни странно, мало. Но есть стихотворение, в котором есть слово «цветочек». Мне кажется, что там оно хорошо сидит. В январе я чуть не забыла, что жизнь мне сестра. Дедушке стало хуже. Он сказал, что ему пора, Как пел Владимир Семёнович в гости к Богу. И мы оказались в торжественном облаке, Которое не давало мне слова подобрать, Которыми можно его удержать. Но мама зашла, посмотрела на нас строго И вызвала скорую. Реонематолог был в шоке. Так что говорите, лётчик? Думал, не довезу деда с такой кривой. А дедушка стал в больнице расцветать, как цветочек. Кардиолог с хирургом плясали. Дед у вас мировой. Постучала в окошко правдонька. Пришла зима золотая. Сняли отёк лёгких, перевели в палату. Дедушка позвонил в Черкассу троюродному брату. Я дыблюсь у виконца, а там снежок пролетает. А когда поселился к дедушке мытищинский старичок, Дедушка рассказал ему, Не заметив безразличного храпа, Про карпа, который сожрал его элитный крючок. И как бы ему этим летом поймать этого карпа? Так, ну вот, сейчас прочту стихотворение. Ну, иногда мужчины мне очень нравится. То, что они там видят какую-то там, не знаю, измену, ещё что-то. Но на всех случаях, ну, предупрежу, что... Как бы гер... А, что... Ну, там вот просто, как бы, есть, ну, нет, есть варианты. Ну, вот, представь, там человек, который в больнице лежит, Вот, всё-таки, надо понимать, что у него там, не знаю, 30 переломов на лице, И, ну, то есть, там, переломов на ванчейпе. То есть, ну, вот так вот, чтобы... Да? Хорошо. Всё, чтобы не было. В Шотландии есть город Питерхэд. Второе имя — город синих ниток. В его заливе затонул корабль, Который вёз две тонны синей шерсти. Из Эдинбурга прибыл контролёр. И жителей расспрашивал подробно. И жители ответили, как есть. Не видели ни корабля, ни шерсти. Я вспомнила, как я к тебе пришла. А ты не поднял глаз, смотрел на ноги. Ты снова у него была в больнице. А я-то нет. Ты улыбнулся хило. Ну, заходи, чего? Снимай бахилы. Ведь город в синих шерстяных носках. У контролёра тоже стучит в висках. Что же нам тогда такое? Что-нибудь-то... Ну, давайте... Сижу в своём собственном детстве. Ем запеканку. Светит в окно оранжевое шерепихинское солнце. Вдруг мама... Вдруг папа тёп по спине. И мама тут же. Нюра, но не сидит и согнувшись, В три погибели. В три погибели не согнусь, В три спасения распряблюсь. Женщина. Из неё текут Слёзы, Кровь, Молоко. В том, что они соткут, Не уйти далеко. Бегут и бегут ручейки. Слёзы, молоко, Кровь. Женщине не с руки, Но она поднимает бровь, А если поднимет бровь, То сможет передвинуть и шкаф, Кто бы на нём не сидел И не говорил «Ав». Ну всё, спасибо вам большое.